Всем здравствуйте! Сегодня я хотела бы продолжить тему по биостимуляторам и органоминеральным удобрениям от итальянского производителя Italpolina, который является мировым лидером в производстве органических удобрений, биостимуляторов растительного происхождения и полезных микроорганизмах. Сегодня пойдет речь о действительно волшебном биостимуляторе для наращивания корневой системы QuickLink. Если вы видео досмотрите до конца, там я вначале сейчас расскажу об этом биостимуляторе QuickLink, а в конце проведу сравнительный анализ, чем же все-таки отличается QuickLink от Радифармы и Вива, имея одинаковые характеристики, так как являются корнестимуляторами. QuickLink – это мощные органоминеральные удобрения для фертигации и обработки семян, усиливающие энергию прорастания семян, стимулирующие корнеобразование и оптимизируют рост молодых растений. Это мощный корнестимулятор, оптимизирует рост молодых растений. QuickLink содержит микроэлементы и органически-биологически активные соединения. Раннее применение QuickLink активно влияет на рост корневой системы и способствует оптимальному росту и развитию надземных органов, что напрямую отражается на продуктивности растения в целом. QuickLink – это оптимальное решение для стимулирования роста корневой системы и повышения доступности питательных веществ для растений. QuickLink совместим с наиболее распространенными средствами защиты растений и удобрениями, но все-таки перед использованием рекомендуется провести тестирование для обеспечения совместимости с другими продуктами и исключить проявление фитотоксичности. Какие же рекомендации по применению? Обработка семенного материала может производиться отдельно или совместно с протравителями и инокулятами. Для сведения, инокуляты – это биопрепараты, которые содержат живые культуры, полезные для растений и микроорганизмов. Дозировки следует подбирать в соответствии с потребностями культур и состоянии субстрата. В нормальных условиях рекомендовано 1-2 обработки через неделю после посадки или сразу после посева семян. Овощные и цветочно-декоративные культуры газонная трава применяется в концентрации 6 мл на 1 л воды. Также можно обрабатывать и нужно обрабатывать этим биостимулятором виноградники и сады, обработка семян. Также можно производить замачивание саженцев, но там идет концентрация 50 мл на 1 л воды. Здесь очень важно отметить то, что не превышать рекомендуемые дозировки в избежании образования лишней, то есть вторичной корневой системы, так как этот биостимулятор очень мощный. Принцип действия у квиклинка – это то, что лингосульфаты – это аналоги, которые гуминовых кислот, стимулирующие прорастание семян, рост корневой системы и защитное одревесневение растений, а также вызывает мощное развитие триходермы. Если вы применяете квиклинк, применять триходерму, триходерма вериде, уже не нужно, так как этот квиклинк, он еще и заменяет, можно не применять триходерму, так как этот препарат квиклинк вызывает мощное развитие вот этой самой триходермы. Также растительные аминокислоты и пептиды корнеобразования увеличивают фотосинтез и уменьшают испарение, стимулируют формирование дополнительных корневых волосков. Малибден, который содержится в квиклинке, повышает активность ферментов, а также стимулирует обмен веществ растений и помогает преодолеть стрессы окружающей среды, засуха, например, жара, холод и так далее. Какие же особенности у этого препарата? Повышается энергия прорастания и улучшается схожесть семян на 30%. Идет стимулирование корнеобразования после, например, какого-то травмирования, если вы пересаживаете растения, повышается толерантность к стрессам, увеличивается корневая масса и обеспечивается эффективная работа тем самым надземной части растений. Также, как я уже говорила, идет очень сильное стимулирование развития микоризных грибов и триходермы. Улучшается поглощение способности корней, доступности микро- и мезоэлементов и структурирование почвы. Вот как раз здесь вот эта позиция может заменить препарат ВИВА, так как ВИВА – это тоже улучшитель почвы, а в виклинке уже в одном препарате все это есть. Усиление усвоения азота фосфора и идет профилактика дефицита микроэлементов в период вегетации. Также подходит для органического земледелия, так как в составе есть органический азот, аминокислоты, пептиды, водорастворимое – железо, марганец, цинк, медь, молебдем. Это биостимулятор, скорее всего, просто какая-то находка, так как она в одном, так сказать, флаконе может заменить несколько препаратов. Но чем же отличается, например, Радифарм от ВИВА или от Квиклинка? Препараты Радифарм и ВИВА – вещь, конечно, для укоренения просто великолепная, пока я не столкнулась с этим препаратом Квиклинк. Радифарм применяется при пересадках, чтобы уменьшить стресс, способствует быстрому росту корневой системы, обеспечивает более ранний старт вегетативного цикла, способствует равномерному развитию корней, и стимулирует рост боковой корневой системы. Но есть нюанс. Дело в том, что Радифармам нужны 2, а то и 3 обработки с разницей в 7-10 дней. Квиклинк моментально усваивает азот и фосфор, и поэтому идет очень быстрое увеличение корневой массы, и начинается эффективная работа надземной части растения. Очень быстро и сильно начинают образовываться дополнительные корневые волоски. Если вы этим препаратом обрабатываете растения в период стресса, например, жара, холод, то здесь еще и включается функция преодоления этого конкретного стресса у растений. В основе Радифарма идут полисахариды, а у Квиклинка в основе лежат пептиды, стимулирующие образование и рост клеток. А теперь хочу сделать вывод, почему же эффективнее Квиклинк, чем наш любимый, и к которому мы все так привыкли препараты Радифарм и Левива. А все дело в том, что полисахариды, которые содержатся и на которых основан Радифарм, это основные представители крахмал и целлюлоза. То есть они построены на остатках одного моносахарида глюкозы. Если кто пользовался Радифармом, знает, если Радифарм попал на пальцы, то эти пальцы как бы слепаются от сахара. То есть это и есть глюкоза. А пептиды, которые содержат Квиклинк, вообще имеют более широкий спектр биологической активности, то есть более многофункциональные вещества. И поэтому эффект у пептидов всегда выше, чем у полисахаридов. Это, так сказать, обычная химия. И если провести такой сравнительный анализ, можно сделать такие выводы, зная, на чем основаны те или иные препараты. Я, конечно, надеюсь, что у меня получилось донести до вас информацию, рассказать более простым языком и объяснить, в чем же отличие на первый взгляд препаратов с одинаковым действием. Отличия они есть и в скорости действия, и в конечном результате. Напомню, что эти препараты идут в таких профессиональных бутылках по одному литру. Я их буду разливать, как обычно, в свои медицинские пробирки, которые идут с завинчивающей крышкой, с крышкой-непроливайкой. Как обычно, кто получает от меня такие препараты, они знают. Сроки годности у всех у них большие, до 2024-2025 года. Поэтому этот квиклинк – это вообще новый препарат. И также в заключении хочу сказать, что вот эта итальянская фирма «Италполина» разработала для нас оптимальные программы питания и стимулирование овощных и декоративных культур. Про другие препараты линейки «Италполина» у меня уже есть видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Надеюсь, что этот материал поможет вам сделать правильный выбор и получать высокий урожай на ваших огородах из года в год. Буду рада ответить на все ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, тогда буду признательна за оценку моего труда. Смотрите видео на моем канале и не забывайте подписываться. Так как в следующих видео вы также будете узнавать о всех тонкостях тех или иных удобрениях и препаратах. С вами была Ирина, мой канал «Цветочные мечты». Сайт у меня также называется «Цветочные мечты». Все ссылочки я оставлю внизу под этим видео. Всем пока и всех вас жду в гости для просмотра моего следующего видео.